В Неницкий округ продолжают пребывать граждане из Украины. Число бежавших от страшных событий в наш регион превысило уже за третий десяток. Кто-то остановился у родных, кто-то у друзей, но те, кому идти некуда, временно поселились в комплексный центр социального обслуживания. Сейчас там проживают две семьи, с одной из них познакомилась наша съемочная группа. Алина Ваучейская продолжит. Взрывы и обстрелы Екатерина Басова, конечно, не видела. Но что такое война, она теперь знает не понаслышке. И даже когда в Луганской области начались боевые действия, она до последнего верила, что их семью страшные события не коснутся. Но когда силовики стали подбираться к поселку Индустрия, пришлось экстренно покидать родной дом. Беги, говорит, мы будем в тебя стрелять, мы хотим, чтобы ты побегал. Ну вообще, другого кинули так в реку, говорит, плыви. А мы будем в тебя, захотим, стрелим, захотим, не стрелим. Раз проплыл, второй раз проплыл, потом вернулся, они взяли и расстреляли. С собой взяли только самое необходимое – воду, кое-что из одежды, медикаменты и подгузники для маленькой Евы, девятимесячной дочки. До границы добирались на машине, после пешком. Пересечь рубеж Украины и выехать в Россию у Басовых получилось только с четвертого раза. Да, тяжело было. Коридоры то откроют, то закроют, то начинаются бои, все разъезжаются, то вроде бы есть коридор, все, звонят, можете ехать. Только начинаешь пробираться, только начинаешь ехать, и не звонят, все, начались бои, отбой, все, нужно куда-то уходить. И поэтому так несколько раз. Сейчас, когда все мотания позади, семья Басовых все равно переживает. Ведь там, в Луганской области, у них остались родители, сестры, дед и бабушка. Перевезти их всех просто нет возможности. Последние гривны Басовы потратили на переезд. Благо, здесь, в Ненецком округе, их приютили в социальной гостинице. В комнате интерьер скромный, кровать, стол и стулья. Но зато небо над головой мирное, говорит Екатерина. Здесь семья проживет еще месяц, после переберутся в другое жилье. Всего же на территории Ненецкого округа на сегодняшний день прибывает 30 граждан Украины. Всем им оказывают посильную помощь. У нас на сегодняшний день есть возможность принять еще 5 человек в комплексно-сенциального обслуживания. Вопрос мы как раз рассматриваем. Вопрос по трудоустройству мы тоже прорабатываем индивидуально. С каждым человеком, который приходит к нам, смотрим по их образованию, возможности его конвертации и возможности работы по тем дипломам. Все дипломы, которые были получены до 1991 года, они все действительны. Дабы помочь приехавшим в округ беженцам, региональное отделение «Красный крест» открыл пункт сбора и распределения гуманитарной помощи. Принимаются любые вещи, которые помогут организовать быт жителям Украины, прибывшим на территорию округа. Принести можно одежду, обувь, бытовую технику, посуду, постельное белье, игрушки для детей и даже мебель. Острую необходимость граждане Украины испытывают и в теплой одежде, и обуви, так как наступление зимы не за горами. Также организован сбор средств, которые распределят между нуждающимися. Банковские реквизиты для перевода денежных средств вы видите на экране. Назначение платежа – добровольное пожертвование для жителей Украины, прибывших на территорию НАО. Алина Ваучейская, Сергей Качиков и Леонид Шишилов. Телеканал «Север».